Разрыв рекультивированной породы, трещина в грунте, окисленная земля и пар. Вопрос, что это за пар? Температура? Вот мне уже горячо, реально дальше я руку не засуну. Это видео мониторинговая группа сняла в середине сентября в Пронском. Но даже у людей, далеких от экологии, нет сомнений, находиться здесь небезопасно. Анализы это подтверждают. В пробах, взятых на рекультивируемом компании ТЭКО-сервис, карьере содержание тяжелых металлов зашкаливает. Уже есть подтвержденные анализы, что превышено медь в пять раз, что превышено мышья в полтора раза, что превышено содержание николя в три раза. Это говорит о том, что земля сельхозное значение испорчена на столетия. На протяжении нескольких лет жители Никольского поселения борются с незаконными карьерами и свалками, которые появляются на землях сельхоз назначения. Теперь уже можно сказать, что с Пронского все начиналось. Под предлогом создания рыбонагульных прудов здесь добывали песок в промышленных масштабах, а затем свозили отходы второго и третьего класса опасности. Да и сейчас карьер не пустует. По-прежнему можно наблюдать грузовики, задачи которых, по мнению активистов, спрятать под толстым слоем грунта доказательства незаконной предпринимательской деятельности. От действий компании ТЭКО-сервис страдает не только почва. Под угрозой загрязнения река Сетунь – основной приток Москвы-реки. И если это все же произойдет, то крупной экологической катастрофы не избежать. В настоящий момент идет рекультивация, в кавычках, этого карьера. Почему? Потому что рекультивация предполагалась грунтами. На самом деле получилось так, что грунты завозились очень редко, а завозились в основном бытовые отходы. И на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 171 незаконное предпринимательство, потому что компания ТЭКО-сервис завозила и размещала отходы, на что не имела лицензии. А пока активисты борются за чистоту окружающей среды, кто-то борется с активистами. За одну неделю сентября у Дмитрия Данилова с разницей в несколько дней сгорели автомобиль и дом. Члены инициативной группы говорят, лихие 90-е вернулись. Они уверены, что поджоги – это попытка давления на эколога, стоявшего у истоков борьбы с незаконными карьерами. И запугивание остальных членов инициативной группы. Поэтому безопасность жителей Никольского поселения – один из ключевых вопросов встречи, которая прошла в администрации Одинцовского района. И глава, и представители силового блока заинтересованы в расследовании тех убьющих фактов, тех преступлений, которые совершаются в связи с разработкой этих незаконных карьеров. И данные преступления будут взяты на особый контроль. Мы получили гарантию от представителей силового блока, что по каждому факту, по каждой угрозе в адрес общественных активистов будет проводиться тщательная проверка. Мы получили гарантию поддержки, гарантию безопасности жителей, гарантию безопасности активистов, все, кто рискует своим имуществом, своими жизнями и спокойствием семей. Потому что у всех у нас есть семьи, жители боятся, но мы не дадим этой компании дальше захватывать нашу землю. Впрочем, жители Никольского поселения настроены решительно и прекращать борьбу с незаконной деятельностью компании «Тека-сервис» не собираются. Тем более, что результат непростой работы уже есть. Например, мониторинговая группа в последнее время не зафиксировала самосвалов с мусором в Пронском. Уменьшилось и число грузовиков, которые выезжают из Никифоровского. Но до окончательного закрытия карьеров еще далеко. Активисты совместно с правоохранительными органами и Следственным комитетом при поддержке главы Одинцовского района все же рассчитывают на то, что справедливость восторжествует. Евгения Августина, Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Это вот то есть.